Одна из первых статей, которую Николай Васильевич опубликовал в журнале «Кванты», называлась «Семейство параллельных н-угольников». Я не понимаю, почему. Это просто н-угольников. И она очень красивая и важная. Сначала она кажется странной задачей геометрии. То есть вы увидите сначала для треугольника, потом для прямоугольника какие-то соотношения. И будет казаться, что это вообще дерьмо какая-то, какие-то сложные и вычтительные. Кстати, отдельно кусок его статьи, я бы уже записал в виде отдельного видео, когда мы берем не треугольник, не прямоугольник, а равновогую трапецию. То есть равновогая трапеция, вокруг нее описан дельтоид, и все это вписано равновогую трапецию. Вычисление довольно длинное. Почему я это выделал в виде отдельного видео? Потому что любители вычислений, пожалуйста, пусть смотрят. А вообще-то общую теорему для новых многоугольников мы сейчас с вами докажем, поэтому на самом деле можно и не смотреть. То есть только поучиться вычислением, разные подобные триугольники и так далее, это интересно. А с точки зрения науки интересно следующее. Представьте себе, что у нас есть другой многоугольник, например, прямоугольник. Опишем вокруг него другой многоугольник. И вокруг вот этого опишем многоугольник, стороны которого параллельная сторона первая. Площадь самого маленького пути будет х побольше у самого большого от z. Какие соотношения? Ну, понятно, х меньше чем у, меньше чем z. Но, оказывается, есть еще одно совершенно неожиданное соотношение на эти величины. Причем это соотношение интересно математически. Почему? Узнаете в конце рассказа. И, между прочим, в конце рассказа я докажу так называемое диспериметрическое неравенство. Когда есть некоторая линия длины L, то площадь, которую она ограничивает, самая большая, если это линия, это окружность. А если линия имеет любую другую форму, то ограниченная площадь будет меньше. То есть круг – это самая выгодная, в смысле, площадь, фигура при данном переде. Оказывается, что это отсюда очень легко все получится. Но давайте сначала тренируемся для прямоугольника и прямоугольника. Для прямоугольника я уже все выписал. Смотрите. Подн scrapingой стороны внутреннего прямоугольника, пусть будет это призначение по округе АВ. Тогда Х – это А в умножении на В. В стороне внешнего – пусть будут В большое и А большое. Тогда площадь внешнего – это А большое в умножении на В. Сложнее написать площадь промежуточного – у. Это что такое? Ну, во-первых, это прямоугольник? А дальше, дальше смотрите, надо взять вот эти два круглого уровня. Чтобы взять их площади, надо взять основание, это А, умножить на такую высоту и на такую высоту. Но это В большое или не В маленькое. Ну и пополам, потому что площадь круглого уровня хорошо считается. И то же самое, когда мы интересуемся вот этими двумя круглыми, то надо взять В маленькое и умножить на сумму вот этих высот, то есть А большой и минус А маленький. А дальше все легко. А маленький В маленький пополам, А маленький В маленький пополам здесь, с минусами уничтожается. И остается А маленький В большой плюс А большой В маленький пополам, естественно. Значит, для У у нас есть понятная формула. У в квадрате. Вот такая штука. Ну, легко понять. У меня есть понятная форма. Ну, я не могу рассказывать, не радится, а последним альтимическим. Я не могу рассказывать о последнем, а где-то не театрическом. В конце концерте, можно просто на 4 на умножить и перенести. И будет тогда то, что вот, когда здесь минус пишет, что больше равен 0 в квадрате. В общем, у меня случилось. у квадрат больше или равно, чем х умножить на z. Все равно скажу. Оказывается, это всегда так. То есть, не обязательно треугольник или треугольник. Сколько угодно. Все равно такое неразиное будет выполнено. Ну, а перед тем, как рассматриваем общий случай. Давайте посмотрим в случае треугольника. Вот здесь вот нарисовано. Итак, x – это площадь вот этого треугольника, z – это площадь большого, y – треугольничного. Один из способов решения такой. Давайте мы с вами проведем вот так вот прямую. И проведем вот так прямую. Ну, понятно, что это не в секундах. Так вот, оказывается, что если бы я чуть ровнее рисовал, потому что я же все рисовал так, не посчитать. Просто так вот в кель, а не в линейке. Оказывается, что если бы я рисовал все это ровнее, то здесь бы прошло. Высокий способ доказать состоит в том, что мы берем вот этот маленький треугольник и его приподнимаем. Так сказать, вот это вообще ничем. То есть задача фактически звучит так. Если у нас есть произвольный треугольник, и треугольник, у которого стороны параллельны, ну, естественно, он должен быть подобен, но не в украине. То есть крестьян подобия должен отличаться от единицы, а стороны становятся параллельны. То вот, если вы пробуете здесь прямая, то они пересекутся в одной точке. Повторяю, одно из показателей стереометрическое. Вы приподнимаете вот этот треугольник на каком-то высоте на атмосфере. Получается у вас усеченная треугольная пирамида. А это соответствует вершине. Для тех, кто боится стереометрии, давайте я скажу так. Смотрите. Вот этот треугольник, пусть мы вот этот треугольник еще не проводим. Посмотрим только на две. Вот этот треугольник подобен вот такому большому. И, соответственно, вот этот отрезок является такой частью вот этого. Ну, прекрасно. Если какая-то церковь подобия, то вот этот отрезок – это карма может на длину вот этого. И здесь то же самое. Вот этот отрезок – это карма может на длину вот этого. Но ровно так мы могли сказать не только для этих. А если бы вот эту бедену не проводили, а наоборот проводили волки, тогда они тоже где-то пересеклись, и этот отрезок по-прежнему заставлял бы карма может на вот эту длину. Значит, будут тем же самым длины. Ну, и, значит, они действительно пересекаются по одной точке. Теперь все совсем просто. Пусть карма – эффициент подобия. Ну, то есть, это какое-то число меньше единицы. Отношение длины вот этой стороны – это то, что длины. И в таком случае х – это карма квадратцетов. Потому что вот была большая площадь z, все размеры в k раз изменились, но когда у вас площадь, то изменяется по координатам в двух направлениях, и получается k в квадрат. Прекрасно. Теперь надо разобраться с тем, что такое y. Оказывается, это k умножить на z. Почему? А вот посмотрите на такой кусок нашей картинки. Что такое y? Это такая вот, ну, здесь такая точка. Такая же нить в этом треугольнике и такая же фигура будет в этом треугольнике. Высота вот этого треугольника плюс высота этого треугольника – это же в точности высота от этого. Значит, когда вы будете складывать такую площадь вот с такой, то сумма высот будет такая же, как у этого треугольника. А основание в k раз отличается. Значит, для треугольника y – это k умножить на z, x – это k квадрат умножить на z, и, значит, y квадрат… Заметь, для треугольника было неравенство y квадрат больше или равно, а для триугольников просто равенство y квадрат равно x умножить на z. Теперь… Дальше у нас есть два варианта. Во-первых, можно просто доказывать общую теорему. А во-вторых, мы можем все-таки посмотреть еще один случай. Давайте сделаем так. Я все-таки еще один случай разбью. А именно, когда у нас два четырехугольника, но не общий случай, потому что даже для трапеции это очень-очень тяжело. А сделаем так. Представлю себе, что есть два четырехугольника с, соответственно, параллельными сторонами, но при этом пусть в одном углу они очень сильно прижаты друг к другу. Так вот, хотя повторяю, для науки это и не нужно, но давайте потренируемся для двух четырехугольников. Представьте, есть какой-то четырехугольник с параллельными сторонами другой, но здесь не очень красиво получилась картинка, потому что он уже слишком получился похож на прямоугольник. И между ними какой-то другой четырехугольник. Что произойдет, если вот эта точка начнет двигаться сюда? Ну, то есть вот эта сторона в какой-то момент окажется на этой стороне. И вот эта, соответственно, сторона окажется на этой. Тогда эти две точки сольются сюда. И получится картинка примерно такая. Ну, то есть в пределе такая. Вот у нас вот этот четырехугольник, который здесь такой, и внешний такой. А тот, что был сплошным нарисован, обратился в двухугольник. Нет, вот это был четырехугольник, а отстал в трехугольник. На компьютере то же самое мы нарисовали. Что теперь мы должны сделать? Разобраться с такой задачей. Дело в том, что с такой задачей разбираться непросто. Я, во всяком случае, это не умею делать, а с этой можно и получу. Заодно некоторый симпатичный диаметрический факт. Вот смотрите, что такое Х? Это площадь такого четырехугольника. Вот этого путина. Что такое Y? Площадь трехугольника. Что такое Z? Площадь такого четырехугольника. Мы помним, что X меньше Y меньше Z. И при этом мы хотим доказать, что Y квадрат больше или равно, чем XZ. Я поставлю красивый знак, потому что это мы еще не знаем, а это мы еще не знаем. Смотрите, как получается площадь Y, она получается таким образом. У нас происходит вот это правильно этому. Это правильно этому. Поэтому, на самом деле, для отлучения величины Y мы с вами должны прибавить эти два трехугольника к величине X. Когда мы будем перемещать точку по вот этому вот отрезку. Так, давайте просто назначим. A, B, C, D это у нас четырехугольник. Пусть вот эта вот точка, эта мертвая точка, это E. Так вот, когда точка E передвигается, то параллельно перемещается здесь. Ну, давайте уж, я уже обозначу эти точки тоже. И мы получаем естественное равенство Y это X плюс вот эти вот два трехугольника. Значит, если мы хотим доказать, что Y квадрат больше или равно, то надо посмотреть на минимально возможную величину суммы этих двух трехугольников. Таким образом, мы слили все дело в такой задаче по диаметре. Дан выпуквенный четырехугольник. На его диагонали взяли трехугольную точку. Вопрос, при каком положении вот этой трехугольной точки минимально возможна сумма площадей этих трехугольников. Все вычисления на доске. Давайте сначала объясню чертеж. Вот у нас есть четырехугольник АВСД. Самый большой. Его площадь это С. Есть и четырехугольник АЖЕФ. Его площадь Х. И треугольник АВД. Его площадь Х. Мы должны доказать неравенство Y квадрат больше или равно ХЗ. Для этого, заметим, что треугольник АВД состоит из четырехугольника и двух треугольников. У это есть Х плюс треугольник ДЕФ и плюс треугольник ДЕФ и плюс треугольник ВЕФ. Прекрасно. Ну, Х, когда в точке ДЕФ не меняется, поэтому для того, чтобы разобраться с ситуацией, мы должны найти минимум суммы площадей вот этих треугольников ДЕФ и БЕФ. Сразу скажу ответ. Ответ это будет Е равно Х. То есть минимум окажется в точке пересечения диагонали. Для того, чтобы это сделать, нужно какое-то вычисление. Я не умею это философски доказывать. В статье Васильева там один способ рассказан, честно говоря, более длинный человек. Но тоже, в конце концов, неравенство не вычисления. Может быть, можно как-то еще лучше, чем неравенство. Ну, давайте. В любом случае, в прямом способе, и при способе, который был в статье ФАТЕ, это просто некоторое число, квадратичное трехчаток, это инфраструктура в школьную программу будет, обезначает ДЕФ это Т. В таком случае, то есть ДЕФ это длинный на ДН, в таком случае ВЕФ это будет ВД минус ДДН. Он должен создать ДЕФ, потому что у нас нужно в СБЕ, чтобы врачи посчитать БЕ, нужно в СБД вычистить ДЕ, а ДЕФ это ТДН. Отлично. После этого, естественным образом, пишем в площади треугольников. То есть, dEF – это из подобия dHI умножить на квадрат коэффициента подобия. Вот здесь вот dHI и отношение dE к dH в обозначенном пути. То есть, t введено для того, чтобы легко было записать эту площадь. К сожалению, после этого другая площадь записывается чуть-чуть хуже, потому что там коэффициент подобия – это вот такой. bt – t – h – h тоже надо развести в квадрат и умножить, соответственно, на площадь угольников bH. После этого надо полностью раскрыть скобки. Ну, давайте, не длительный на bH в квадрате вынесем. Тогда, если раскрыт скобки, получается такая вещь – многочленок в второй степени от t. Минимум, давайте у него положить коэффициент bt в квадрат, поэтому нас интересует именно минимум. Минимум у него по формуле из школы – это, надо взять минус коэффициент bt в квадрате, разделить его двойной коэффициент bt в квадрате. Двойка как раз сократится, получается bt в умножить на dH разделить вот на это. Получился довольно ужасный ответ. Оказывается, это просто единица. И если это мы докажем, то как раз и получается, что точка е и точка h – это одно и то же. Как из этого будет следовать наша теорема, на самом деле, очень легко понять. Но это чуть-чуть потом. А сначала давайте все-таки посмотрим сюда. Давайте сделаем так. Обозначим dH разделить на bd буквы x. Ну, поскольку dH плюс hB – это bd, то, соответственно, bH разделить на bd – это будет 1 минус x. Поделим числитель из знаменателя на bd в квадрате. Тогда здесь просто сократится. Здесь получится dH делить на bd. Это будет x. И так что же у нас есть? x умножить на площадь bHg – это в числителе. Ну, в знаменателе все же понятно. Это у нас будет bH в квадрате, то есть 1 минус x в квадрате. Умножить на площадь dHg и плюс dH в квадрате. Это у нас x в квадрате. Это у нас x в квадрате. Умножить на bHg. Господа, видно, что осталось разобраться с площадями. На самом деле, это не так трудно. Но, смотрите, когда мы имеем дело с площадью bHg, потому что bHg, то вообще-то hcbHg – это трапеция. А у трапеции есть такой свойство, что когда вы вершину перемещаете сюда, то площадь этого не меняется. Почему? Потому что площадь угольника – это половина произведения основания на высаду. Ну, а перпендикулярность точки b напрямую hg и из точки c напрямую hg – это одно и то же, потому что капец. Значит, вместо bHg я могу написать cHg. Давайте сделаем. cHg и здесь тоже будет cHg. Точно так же здесь dHg заменяется на cH. Пожалуйста. cHg. Ну, теперь перейдем от треугольника h и c к треугольнику hDC. h и c. h и c – это вот такой треугольник, да? К треугольнику hDC. Отношение высот равно отношению отрезков iA к dA. Отношение этих отрезков равно отношению отрезков hA к cA. Отлично. Давайте я их сейчас запишу. То есть, если я делю площадь треугольника cHg на площадь треугольника cHg. Вы говорите, это вы говорите, да? cHg делить на cHg. То, действительно, у них одно и то же основание cH, а высоты относятся так же, как Аi относится к AD. А это из-за того, что они были параллельными прямыми, то же самое, что AH относится к AC. Так, это правда. Аналогично площадь треугольника… Аналогично площадь треугольника… Ну, я могу просто продолжить, если они стоят. Можно перейти теперь к отрезкам А, G и А, B. Да, я могу. А, G разделить на А, B. А это то же самое, что… Отношения площадей треугольников HCG и HCB. У треугольников DHC и HCB общая высота. Поэтому их отношение равно отношению отрезков DH и HB. Вот. Итак, смотрите. Вот. У меня есть эти две площади, которые здесь, везде присутствуют. Я их могу заменить, потому что, может, чтите. Знаете? Надо ее тоже умножить или в три. Это основные существа треугольник. На вот эти площади. А эти площади соотносятся так же, как… Ну, у них вообще основание cH. Они соотносятся так же, как отрезки DH и BH. Теперь надо понять, вместо кого что писать. Вместо CHG можно написать… Вот. Вместо этой площади надо написать HD. То есть Х. Вот сюда вот надо написать. Сюда, соответственно, один – х. И сюда надо написать тоже один – х. И нам с вами нужно проверить такое уморическое дождество. Что когда х умножаешь на 1 – х. И делишь это на 1 – х в квадрате умножить на х. Плюс х в квадрате умножить на 1 – х. То это будет делиться. Числитель и знаменатель можно разделить на х на 1 – х. 1 – х плюс х. Это будет… Десять миллион. Да. Соградим получили. Итак. Величина у минимальна, если точка Е находится в точке пересечения диагоналии. То есть если Е равно H. Теперь нам осталось всего лишь выяснить, почему же в этот момент, когда Е равно H, у квадрат равняется х умножить на z. А это очень просто. Подобие треугольника. Смотрите. Если мы обозначим отношение отрезка AH к отрезку АС буквы К, то можно написать естественное равенство. Площадь треугольника АНH, который подобен треугольнику АВС, это квадратные эфицианты подобия умножить на площадь АВС. АНH подобен вот этому. Точно так же H и H подобен треугольнику АВС. Там тоже квадратные эфицианты. Складывая эти равенства, здесь получаем площадь АИНHG, то есть ту самую величину Х, которую у нас здесь есть. А здесь К квадрат умножить на АС. Хорошо. Теперь займемся вычислением площади треугольника АДВ, то есть величины х. Вот смотрите. АДНH это К умножить на площадь АВС. Почему? Ну, потому что выход на основание уровня тоже ААНH относится к АС как раз, как величина К. Точно так же. Пуругольник АВНH по площади это К умножить на площадь АВС. Складывая, получается у это К умножить на З. Ну и значит у квадрат это Х умножить на З. Ну вот вычисление. Мне кажется, что оно абсолютно понятное. Собственно, проблема была только в том, чтобы не запутаться с квадратным трехчленом и понять, что сложная яркая величина на самом деле равна 1. На всякий случай. Давайте я сейчас покажу, как то же самое было сделано в статье Е. Это вычисление, пожалуй, мне так кажется, даже сложнее. Но, с другой стороны, почему? Посмотрите. В статье Васильева обозначения такие. Отношение длины ДЕ к ВД. Это Х. Ну, соответственно, ЕВВД один минус С. Он ввел другую букву лица. А вот для того, чтобы описать площадь, он придумал наш целое планутное строение. Смотрите, сравнивайте левый рисунок с правым. Ну, точка пересечения диагонали по-прежнему А, здесь по-прежнему С. А вот появился параллелограмм. То есть взяли точку М так, что АВМД. И провели прямые ДСЕВЦ в точку КЕ. Обозначили площадь ЭВСИГМА ДАВТАВ. И тогда сумма площадей треугольников ДЕВ и ЭВЕЖ это Х квадрат умножить на Сигма. Давайте поймем, почему. У нас Х это отношение отрезка ДЕ к всему отрезку ВД. Соответственно, если вы возьмете в качестве Х единицу, то тогда вот этот вот треугольник превратится в такой. А здесь фактически будет килограмма. А у килограмма диагональ площадь между половиной. Значит, действительно, если Х единицу до Сигма, ну а, соответственно, в подобии надо взять Х квадрат, Х в процент подобия. Точно так же 1 минус Х умножить на ТАВ. Потому что 1 минус Х – это отношение ВЕ к ВД. И вот если поставить точку ВД, то такое треугольник превратится в такой. Он, соответственно, РЕН-ТАВ. Хорошо. Хорошо. Раскрылись полки. Получили многочленность в такой степени. Вы помните, нам нужно посмотреть, где у него точка минимума. Ну, по известной школьной теории, я начинаю сказать, минус 2 ТАВ разделить на угольный коэффициент 3х квадрат. Значит, точка минимума такая. Нужно нам доказать, что она совпадает с точкой H. Ну, давайте посмотрим, что бы это означало. То есть, если здесь написать Сигма Х мин плюс ТАВ Х мин, и мы получаем довольно неожиданное равенство. Площадь ДВ оказывается, если умножить на длину отрезка ДХ, мы хотим доказать, что эти минимальные, это ДХ делить на ВД умножить на ДХ, это будет то же самое, что площадь ДКВ умноженная не на ДХ, а на ВД. Вот и разница. Посмотрите и поймите, что оно достаточно неочевидное. Разумеется, я его крепко могу доказать в квадратах. Более того, даже честного не потребуется, потому что ведь у нас здесь в квадратах можно рассмотреть такую параллельную проекцию, что он превратится в квадрат. При этом отношения отрезков на каждой прямой будут сохраняться. То есть длины, конечно, могут меняться, но вдоль прямой отношения отрезков будут сохраняться при параллельной проекции. И отношения к площадке тоже будут сохраняться. Поэтому, в принципе, достаточно решить задачу для квадрата, внутри которого отмечена произвольная точка, ну и взятые построения, посчитать и все получится. Вот, в этой вот нищу, если геометрически пытаться это сделать, то я не умею. Точнее, вот есть способ, который тогда придумал Васильев, стоящий в том, чтобы развешивать грузики. Давайте я покажу, как это делать. Повесим грузик массы 1 в точку А, и повесим грузик тоже массы 1 в точку М. 1 в точку А. И теперь, Вы помните, что площадь ДКБ была тау. Каким-нибудь образом обозначена площадь всего треугольника ДМБ. Повесим грузик так, чтобы центр тяжести этих двух грузиков попал в точку К. Вспоминая правила карчага, здесь у нас площадь Тау, ДКВ, а здесь площадь С и Мус Тау. В соответствии с отношением этих отрезков, это видеть Тау к С и Мус Тау. Значит, надо сюда привести к русику С и Мус Тау. Правда, там у нас уже единицы есть, и театр в этом повесить Тау. Придется так, делим на Тау. Вот так. Как придет. Тогда как раз центр тяжести будет в той же пекаре. И здесь то же самое. Только здесь будет С минус Синима. Разделить на Синима. Хорошо. А теперь смотрите. Когда вы берете центр тяжести точек А и М. Это же одинаковые массы. Он будет в центре карнилограммы. И у нас все массы оказываются на вот этой диагонали. Точка Д, центр карнилограммы, точка В на диагонали. Значит, центр тяжести вот такой вот системы из четырех масс, конечно, лежит на диагонали В. А теперь делаю так. Убираю вот эти массы. И переношу их. Ну, добавляю. Еще сюда. Вот эту массу сюда перенес в единицу. И эту массу сюда перенес в единицу. Что тогда получилось? Во-первых, центр тяжести не изменился. То есть мы знаем, что он решит напрямую В. Но центр тяжести этих двух точек. Это середина отрезка В. А в единице, тут тоже середина В. Поэтому центр тяжести от такого переноса не денемся. А с другой стороны, массы-то у нас понятно какие. С делить на Синима и С делить на Тау. И мы с вами получаем то самое отличительное соотношение правильного очага Архимеда. ДН умножить на С делить на Тау. Это есть BH умножить на С делить на Синима. Ну, С нужно вскратить. Получится, что BH умножить на Синима это то же самое, что BH умножить на Тау. Вы помните, что это как раз и есть то, что нам нужно. Вот такое вот забавное рассуждение с массами. Не сложное. Но, конечно, для него непросто догадаться. Методом координат считать, конечно, можно. В общем, давайте в любом случае эту задачу мы решили. И замечательное неравенство Y квадрат выше или равному XZ для этого случая. Так раз перед тем, как заниматься общим случаем, он очень красивый, очень простой, но тем не менее, я покажу такие, как в координатах рассчитывать все это. И еще одно упражнение. Сначала координаты. Смотрите. Параллелограмм ABM2 при помощи параллельной коррекции можно превратить в квадрат. Ну, для простоты давайте считать даже в квадрат со стороной 1. Просто изменим все размеры в одно и то же количество раз. После этого вводим естественное значение. Координаты точки С уйдут AB. И выписываем. Уравнение прямой С. Это прямая, проходящая через точку с кранатом 0,1 и точку с кранатом AB. Вот проверьте, стандартно мы так вот всегда пишем, что и точка С лежит на этой прямой, и точка Л лежит на этой прямой. А значит, подставив вместо них единицу в это уравнение, получаете координаты точки Э. Ну, значит, вы знаете ординалу, то есть знаете этот отрезок. И получаете площадь треугольника D и L. Это одна вторая умножить на эту самую координату. Точно так же. Пишем уравнение прямой ВС. Ну, единственное отличие этой точке С тоже самое. А точка В уравнение 1, 0, а не 0,1. Вы написали уравнение. После этого у точки К ордината равна единице. Значит, отсюда у подставить единицу на x. Получается 1, плюс а-1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. И получается выражение для того. Теперь, как найти точку H. Ну, она лежит, понятно, на двух прямых. Одна прямая, это прямая АС, которая создает уравнение. ВС, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. А другая прямая, одинаковая, ответа x, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,2, 0,1, 0,1, 0,1, 0.1, 0.1, 0,1. Вот оно, все отношение. А мы все знаем. Мы знаем и отношение ДА, и ДНЖ, это отношение АВ. И мы знаем формулы для числа сигма и ТА. Подставив, получаем, все хорошо. А сокращается здесь, а сокращается там. Вот. Это в кардинатах. А теперь упражнение. Представьте себе, что у нас есть трапеция АВСД. АВСД. И мы на диагонали ВД берем точку Е. Нас интересует, при каком положении точки Е сумма площадей и угольников ДЕФ и БЕЖ. Давайте я здесь уклоню. У нас интересует сумма площадей и угольников. При каком положении точки Е сумма будет самая маленькая, как возможно. Ну вот, смотрите, какая идея. Если точка Е почти здесь, то тогда вот этот треугольник равный. Если точка Е почти здесь, то тогда вот этот треугольник большой. Но вот есть какой-то момент, когда они угольные, не очень большие. Замечательно. Замечательно. Это абсолютно такая же штука, как мы уже делали. Смотрите. Вводим такую переменную. Чтобы отрезок ДЕ составлял ровно Тную часть. Ну то есть ДЕ разделить на ВД это Т. И через эту самую трубу Т записываем из подобия площадь треугольника ДЕФ ВД это Т квадрата умножить на площадь АВД. Потому что Т это как раз и циноподобие вот этого треугольника ДЕФ и ВД. И там тоже самое. Вот этот треугольник подобен вот этому. Значит будет такая штука. ВД. Но треугольники АВД и ВЦД по площади соотносятся так же как основания капеции. Почему? А потому что площадь треугольника АВД это А маленькая вот эта основания, умноженная в половину садки. И точно так же площадь треугольника ВЦД это В маленькая. Прекрасно. Значит мы можем на самом деле осматривать не вот такое уражение, а вот такое. Потому что площади относятся в точности как основания капеции. И получается такой вот квадратный треугольник. Сегодня уже у нас было такое. И у него точка минимума это В разделение А плюс В. А это как раз и означает, что точка пересечения диагонали. Потому что если мы проведем треугольник, то из-за подобия вот этих двух треугольников отрезки относятся как бы к А. То есть если я вот этот вот отрезок обозначу Х, а вот этот вот Y, треугольник, то Х разделение на A, это будет как раз В разделение на А. И сэкономлю вот этого, вот этого треугольника. Точка пересечения диагонали. Точка пересечения шума, Продолжение следует...